Как узнать, настоящая женщина или нет? Это очень важный вопрос. Интересно. Да, это очень важный вопрос. Спасибо, он самый. Я вам расскажу, как в моем понимании. Да, это очень важный вопрос. Спасибо, он самый. Это что за набор был? Что означает настоящая женщина? Давай. А вы, если не согласны, то прокомментируйте, я не претендую на истину. Меня воспитывала бабушка, и она была очень мудрой женщиной. И вот, что она мне говорила по этому поводу. Настоящая женщина, это та женщина, которая в компании других людей ведёт себя как королева, в доме ведёт себя как хозяйка, а в постели ведёт себя как женщина самой древней профессии. Имеется в виду рядом со своим настоящим любимым мужчиной. Но она также повторяла, но упаси тебя, Боже, перепутать. И вести себя в постели как хозяйка, в доме как королева и в обществе других людей как женщина самой древней профессии. Это немножечко шутка, но тем не менее я считаю, что в этом есть смысл. Надо уметь адаптироваться, быть гибкой. И очень важно... Санычам быть гибкой нужно обязательно. Я люблю гибких чаечек, чтобы так... Мне кажется, когда мужчина чувствует, что его любимая женщина, настоящая женщина им восхищается, он чувствует, что он нужен, он чувствует благодарность за то, что он делает для своей любимой женщины. И для того, чтобы быть настоящим мужчиной и настоящей женщиной, это работа над отношениями. В моём понимании отношения должны быть такими, что даже если весь мир против вас, я стою за своим мужчиной и подаю ему патроны. У меня был мужчина, который... Если весь мир будет против мужчины, она спетляет, блин, быстрее, чем я не знаю. Ребята, всем здорово! Саныч на связи! О, как, да! В постели королева, там, в постели такая, в доме королева. То есть, когда у нас идёт интерпретация слова, точнее, словосочетание настоящий мужчина, это зарабатывать, добиваться, обеспечивать, решать проблемы, брать ответственность, водить в ресторан, дарить подарочки, там, дарить цветы и до хрена ещё чего. Нормально. То есть, ну, попросту бабки давай, да, вот настоящий мужчина. А настоящая женщина, это быть королевой. Так я, ёпта, я тоже буду королём? Я настоящий мужчина? Я король? В кресло как сел? Треники как приспустил, чтобы бубенцы проветривались? Король? Етите его в пень, а? Чё не король-то? Настоящий мужчина. Только почему-то в вашей интерпретации настоящий мужчина должен мандярить на работе днём и ночью, чтобы соответствовать настоящему мужчине. А чаечка должна быть королевой. Нормально тогда, ребята, нормально. Нет, нет, нет. Настоящая женщина, это та, которая обеспечивает своего мужчину, которая делает его жизнь лучше, которая вводит его в ресторан и дарит дорогие подарки. Всецело удовлетворяет его все интимные желания. Вот это вот настоящая женщина. Давайте эту послушаем бестию. Кричал, что ой, я тебя безумно люблю. Машка что ли? Бросай всё, бросай своего любовника, я тебя счастлива. У нас будет семья, у нас будет ребёнок, у нас будет брак. Муж говорит, бросай своего любовника, мы с тобой будем счастливы. Девочки, когда я его отвергла, я поняла одно, что в этом мире нет любви. Он мне подарил кольцо в два крата, потом подарил мне машину 216-й Мерседор. Машка ещё такая молоденькая, сейчас она такая покруглее гораздо. Сдала позицию, ёпта. Были вещи, было всё. Ну, как бы, Луи Виттон и там, Диоры. Ну, чтобы я не посмотрела, вот так вот. У меня всё это было. Луи Виттон, Армани, Петруха Клитарчук, да? Ну, понятно. Тоже известный модельер, между прочим, рода из Куцурбовки. Не знали, что ли, нет? Девочки, я когда уходила от этого человека, мне, правда, пришлось отдать все свои бриллианты, машину. Как вы думаете, о чём он это говорит? Это не о любви говорит. Человек, который одержим тобой. Он не готов, он тебя просто даёт из-за того, что ты с ним. Ну, как быть содержанкой? Мужик красавчик. Красавчик, что всё забрал у него. Мерседель. Если честно, я бы не дарил бы никогда бы. Никогда бы не дарил бы такие вещи. А то, что забрал, молодец. А какого хрена? Какого хрена? У него там любовники, шмовники, блин. А он ей подарки дарит ещё. И этот, ещё и потом не забирать их нифига. Я забрал бы всё. Опять-таки, я бы не дарил бы. Даже до этого бы не дошло. Но то, что этот одумался, это молодец, красавчик. Ну, хоть ему охватило, блин, реабилитироваться, да? С чего начать? Во-первых... Начни с главного, чаечка, давай. Но у неё нету изначального капитала. Далее. Это девушки, которые, например, хотят иметь своё жильё, но у них нет возможности. То есть, содержанки, это те девушки, которые хотят в жизни быть независимыми. Можно настаивать, чтобы я не работала. Вот это царь-джойстик, ребята. Прям двумя руками вот такого, как за штурвал взял. У-у-у-у... Погружение 90 метров. Как на субмарине, ребята, да? О-о-о! Помнишь, такая песня была этого? Басков, по-моему, Шарманка, да? Как-то там. Играет Шарманка, да? Сосётся держанка, Ведь хочет стать лаборанткой. Сосётся держанка, И нет у неё счастья. Сосётся держанка, Причмокивая часто. А тут он сказал ей, Что денег у меня нету. Вот такая, ребята, невесёлая песня. Не очень в рифму, ребята, но мораль передаётся очень хорошо, ребята. Давайте эту джойсточную послушаем. Знаете, в эту игру вход рубль, а выход три. И первое, о чём стоит позаботиться, о том, как вы будете разводиться, как бы это непривычно, не звучало в данной ситуации. Вход рубль, выход три? Ну, насчёт входа я ещё понял, а вот выход, я всё-таки не понял. Если мы потом и крокфеллеры, и в брачном договоре, вот большая часть этого пирога закреплена за тобой, тогда, конечно, не работай. А если нет, то своим пирогом в себе лёгкую жизнь ты не обеспечишь. Чаще бывает то, что бывает чаще. И эти вопросы, всего лишь вопросы времени. Не работай. Это платье не носи, туда не ходи, с теми не дружи. Это не твоё дело. Заткнись. Ты ни хера не делаешь. Ты никуда не денешься. А куда ты денешься? Должишь на улице жрать? Нет. Мужчина обеспечивает семью. Это да. А женщина должна иметь нахуй обеспечить себя в любом случае. Потому что бывает в жизни всякое. Ты, говорит, своим пирогом себе ни хрена, говорит, не обеспечишь. Чаечка, ты, малёха, потерялась во времени. В наше время чаечки пирогом своим себе дорогу в космос прокладывают. Ты о чём вообще? Видели там у меня на стенке гипноз, всё о гипнозе? Ребята, новый тренд пошёл. Гипнотизиня. Гипнотизиня, ребята, на секундочку. Представляешь? Приходишь к чаечке на сеанс, да, там гипноза типа раз такая, хвост заплела такой свой, намазалась такая. На счёт три вы заснёте. На счёт пять слушайте мой голос. На счёт семь вы отдадите мне все свои деньги. На счёт десять ты поцелуешь мой пирог. Ха-ха-ха-ха. Ну ладно, ребята, это такое себе. Вот такие на сегодня, ребята, дела. Интересно или нет, пишите в комментариях, конечно же, ребята. Но меня повеселило, если честно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok